Да, ребят, у нас в гостях Артем Бойцов, да, представляю твою регалию, правильно здесь написано, соучредитель продюсерского центра Джонни и Клайд. Ну ты как сказал продюсерского, вот он примерно такой продюсерский есть. Да, то есть ты Клайд, получается, да? Получается так. Получается, что так. Ты, получается, у нас был два года. Подряд. Подряд. Да, это очень забавно, потому что у вас везде написано, что мы не зовем спикеров несколько раз подряд. Я такой, ну... Не, ну там есть сноска, что исключение. Для самых крутых ребят, для самых крутых ребят мы вас таскаем по второму году. Блин, очень стесняюсь, конечно, спасибо, не останавливайся, очень приятно все. Да, и ребят, кто не знает, у нас агентство Джонни и Клайд, мы занимаемся запуском, ведением, развитием ютуб-каналов. У нас небольшая команда, команда в Москве, сидим, работаем, делаем ютуб-каналы. Ну то есть простые скромные ребята, они себя особо не рекламируют, денег они не хотят, все понятно. Хорошо, давай смотри, мы еще ни с кем не разговаривали ни про какие кейсы. В плане того, что нам приходили люди, они рассказывали, чем они занимаются, но вот конкретного какого-то кейса никто не разбирал. Давайте у вас спросим, чем можете похвастаться, какой-нибудь прикольный кейс, нужна прикольная история. Я уже не могу, я прямыми с вами говорю, расскажите мне прикольную историю, какой-то прикольный кейс. Давай, я тебе расскажу, а сколько у нас есть время? У нас с тобой плюс-минус минут 10-15. Давай я тебе вкратце расскажу, я не знаю, насколько оно будет прикольно для зрителей, если кто-то занимается ютуб-каналами, те оценят эту историю. У нас недавно произошел запуск нового ютуб-канала, Амаблог называется. Я не знаю, если... Это Камапуля, который? Почти как Камма, только первое. Амаблог. Амаблог, я понял. Это коммерческий блог для клиента, если кто-то сейчас сидит в интернете, может загуглить, посмотреть, как это выглядит. Мы запустили его, первый выпуск вышел 5 месяцев назад, сейчас на канале 160 с лишним тысяч подписчиков. Это супер запуск, то есть у нас давненько такого не было. За полгода. За полгода, да, за полгода подписал 160 тысяч человек для ютуб-канала, коммерческого для компании, это классный результат. Это, да, микрофон, все, занавес ушли. Круто. Нет, там, конечно, говорить не так прикольно, как его смотреть, потому что там, ну, типа, круто, сильно замороченная вообще история. Это вот прям верх, до чего мы доперли. Прикол в чем? Кейси, я сегодня об этом буду рассказывать, если у кого-то есть доступ ко второму залу, всем советую послушать. Прикол в чем, что это к нам врезался клиент, коммерческий клиент, компания Amma CRM. Я не знаю, знаешь ты, нет, это большая IT-компания. Это такой этот самый технологический план работы, что-то такое. Ну, IT, это CRM-система для продавцов и так далее. Мы подумали, ну, и нормальное байагентство, их задача, да, популяризировать бренд Amma, да, то, что у них есть IT-направление, вот есть CRM-система, есть другие софты какие-то и так далее. И задача популяризировать бренд. И нормальное байагентство что сделало? Так, вы продаете CRM-системы, ваша целевая аудитория – это продавцы. Давайте сделаем, значит, такой блог. Приходит мужик к другому мужику в офис, внедряет Amma CRM и все летит вверх. Вот такой вот, access stories. То есть это вот нормальное байагентство сделало. Но мы очень давно занимаемся бизнес-контентом, и меня прям, ну, воротит от бизнес-контента. Я его очень люблю, но я не могу ничего смотреть, потому что мне уже достала, честно говоря, эта вся история. Хотя бы остались силы, чтобы его производить. Да, и мы придумали другой формат. Мы подумали, что если сделать такой бизнес-контент, который нам бы самим бы нравился. Ну, такой, который отличался бы от всего того, что есть сейчас, и попробовать рискнуть. И мы рискнули, мы сделали анимационный канал. Это анимационный канал о бизнесе, где 8-минутные, там, 7-минутные ролики, где обезьяна делает бизнес и косячит, и там, что-то получается, не получается. В общем, сегодня поподробнее расскажу. Получился суперрезультат, классно, 160 тысяч подписчиков. Это один из проектов, с учетом того, что мы делали еще там, еще 6 каналов параллельно. Это был хороший результат. Мне супер понравился, суперкейс. Да, то есть, как получается, вы купаетесь в деньгах. Нет, это другой момент. Я не сказал, что мы хорошие предприниматели. Блин, такая же история, абсолютно такая же история. Блин, вот делать красиво в легкую, но чтобы из этого заработать правильные деньги, сигнал в ноль. Это да. Кстати, здесь, если вдруг у тебя будет время, здесь очень много будет выставок и лекций по поводу правильной продажи себя и как правильно экономить деньги на производстве, чтобы заработать больше. Это личная моя боль. Поэтому ты сидишь здесь и не слушаешь, да? Да, да. Но будет записи на online.vedmk.ru. Все это можно будет посмотреть. Я просто жду уже, поскорее бы записи выложили, чтобы обогатиться этой священной информацией. У тебя, ты, вы к нам пришли в студию не один. Ты пригласил мою дочь. Вы пришли со своей женой. Может быть, вы сразу тогда вместе в кадр прыгаете? Как вот, Джонни, это не моя жена. Ты не хочешь? У меня просто есть жена. Хорошо. Давай тогда вкратце. Не будем. Не будем. Ну, все же мы понимаем, что гетеросексуальность уже все в свое время, она изжила. Почему, да? Почему, где мы появляемся вместе? Сейчас рулят только крепкие мужские союзы. Расскажи, пожалуйста, мне про свою лекцию. Вкратце. Тут просто мне темы. Темы мне не пишут. Давай представишь ты, чтобы зрители, которые сейчас смотрят, нас заинтересовались этим и еще успели на нее залететь, посмотреть. Да. Мы третий раз выступаем. И, конечно, когда мы три года рассказываем один тот же контент, ну или там с небольшими изменениями, меня начинает уже самого тошнить от этого. Я уже не могу это рассказывать. И к нам после прошлого ВИДМК заходили организаторы, ребята, смотрели, как мы работаем, смотрели на наш офис, смотрели на нашу команду и такие, блин, вот наблюдаем мы со стороны за вами и кажется, вы очень классно собираете команды. Расскажите-ка про то, как классно собрать команду для продакшена. Такие, ладно, ну еще темы нам не давали, мы всегда выбирали сами. Ну такие, ну давай попробуем. Мы сели Джонни разгонять, как собрать команду, сели думать и такие, а мы это сами особо и не знаем, то есть может со стороны показаться, что это круто, но мы сами наверняка не знаем. Поэтому мы немножко поменяли тему и наша тема будет изучать, как получать удовольствие от тех процессов, которые ты делаешь, как работать в кайф. И это уже будет следствием того, как, точнее это будет причиной того, что команда будет классная, да, когда ты работаешь в кайф, когда ты делаешь работу в свое удовольствие, когда ты организовал процесс себя таким образом, чтобы работать в кайф, тогда и команда будет охуенная. И сегодня как раз расскажем о наших фишках. Я не говорю, что это прям супер бизнес-тренинг по тимбилдингу, по HR-бренду и так далее. Насколько мы понимаем, насколько мы знаем, как это правильно нужно делать, расскажем просто наши фишки, замечания о том, как работать в кайф, получать удовольствие от процессов, от работы и так далее. Вот, такая тема. И очень, кстати, интересная, необычная и важная, потому что если работаешь в кайф, как бы все идет в кайф. Мы пропустили один вопрос. Оправдываются ли расходы на производство мультика продажами продукта CRM? Это Денис написал вопрос уже. Да, 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 он хотел. Не, ну если есть вопрос, надо ответить. Он прям очень хотел задать этот вопрос. Смотри, Денис, отвечаю на твой вопрос. Я наверняка не знаю, оправдывают они или нет, но наша задача и не продавать. В рекламе, да, есть несколько понятий. Есть маркетинг, это вот продажа продукта, есть PR, да, и это вот популяризация бренда. Так уж получилось, что задача перед нами стояла не продавать, а сделать так, чтобы бренд Ама стал популярен. Ама – это зондичный бренд, есть IT-направление с IT-продуктами, есть ивент-направление. Мы запустили медиа-направление. Наша задача будет популяризировать этот бренд, и, на мой взгляд, мы с этой задачей классно справились. Ну и справляемся, и продолжаем справляться. Вот, поэтому тут немножко изменил сам вопрос. Вопрос пропал, значит, он отвечен. Супер, какие ожидания в целом от форума? Что ты хочешь здесь посмотреть лично сам? Я обожаю все эти тусовки, я обожаю, когда мы собираемся, я Денис кучу раз это говорил, то, что у нас такое маленькое вообще комьюнити, нас так здесь мало, мы тут пришли, мы пока сделали три шага, нас уже там все обняли, побили, отняли кошелек. Ну, я обожаю, когда, ну, вот есть какая-то движуха, люди хотят развиваться, да, факт того, что человек здесь присутствует, там, в трансляции, или работает как организатор, или как участник здесь пришел, то, что он хочет больше об этом узнать, он больше хочет здесь развиваться в этой теме, и это потрясающе. Нас не так много в индустрии, поэтому держаться вместе, развиваться вместе, делиться опытом, вообще, я за. Постараюсь быть полезным сегодня ребятам. Продолжение следует...